Агрессивные водители на дорогах, стрельба и неадекватное поведение. В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который из-за мелкого дорожного конфликта схватился за оружие. А в Петербурге судят другого неуравновешенного. Он скинул в канал инвалида. Вспышки агрессии у этих людей происходят так быстро, что становится непонятно, кто им дал справки о психическом здоровье, чтобы управлять автомобилем. О безумных водителях и их жертвах в репортаже Юлии Чумаковой. О том, что сегодня в Ростове стреляли, еще напоминают пятна крови на асфальте. Шокирующая история. Развернулась прямо у городского парка. Все произошло здесь, в самом центре Ростова. Двое водителей не поделили дорогу. Ростовчанин и житель Ставропольского края один другого подрезал. Выяснения отношений дошли до стрельбы. Ставрополец вытащил травматические пистолеты, выстрелил в голову своему оппоненту. Непосредственно, где мелочь рассыпалась, вот где пятна крови, здесь сама драка происходила. Максим свидетель конфликта. Он работает охранником в этом парке. Рассказывает, что увидел, как на проезжей части дерутся двое мужчин. Чембрит бьет пистолетом, плашмя, рукояткой. Парень начал у него ухватывать пистолет, заломывать руку. Он отпустил пистолет с руки, другой перехватил, заставил в затылок и два раза выстрелил. Я в этот момент подбегаю. Ну, еще парень в какой-то зале там бежал. Он увидел, что бегут люди. Меня оттолкнул в сторону, быстро в машину прыгнул и поехал. Черная иномарка со ставропольскими номерами скрылась с места преступления. Полиция пока не комментирует случившееся. Раненого увезла скорая. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Ему выполнена первичная хирургическая обработка, наложены швы, выполнены все необходимые обследования. Сейчас он в удовлетворительном состоянии, находится в нейрохирургическом отделении, получает все необходимое лечение. Случаи агрессии на дорогах в последнее время не редкость. Сегодня в Петербурге начался суд над 30-летним бизнесменом Максимом Чешевым. Человеком, который сбросил в Крюков канал инвалида первой группы. Эта громкая история произошла в октябре прошлого года. Чешев не пропустил Вячеслава приставка на пешеходном переходе и разозлился якобы потому, что мужчина зацепил рукой его дорогую иномарку. Адвокат потерпевшего уверен, это было покушение на убийство. Наша позиция будет основываться полностью на тех показаниях, которые дали 10 человек свидетелей обвинения. Они полностью изобличают вину Чешева содеянным. Чешева, который нанес два удара по голове потерпевшего, он потом схватил его за штаны, бросил его в Крюков канал. В Екатеринбурге научный сотрудник сделал замечание за неправильную парковку водителю дорогой иномарки и получил пулю в голову. 56-летний Олег Шипотовский скончался. Острелявший Рашид Гаджиев, владелец строительной фирмы, потом каялся и говорил в суде, что принял сотрудника не из-за киллера, нанятого конкурентами. Самый громкий за последнее время московский случай наезд на пенсионера иномарка умышленно сбивает Владимира Коршунова. Эта видеозапись попала в интернет. Вот Владимир разговаривает с водителем белого БМВ, но внезапно тот дает по газам. Ногу пенсионера собирали буквально по частям. Владимир Коршунов говорит, что до сих пор не понимает причин жестокого поступка, ведь незадолго до наезда он просто объехал белую БМВ. Водитель иномарки получил два года колонии общего режима. А человека, стрелявшего сегодня в Ростове, пока задержать не удалось.